Иное измерение русской культуры Михаил Илларионович Михайлов Адам Адамыч Повесть Посвящается Ивану Сергеевичу Тургеневу Читает Евгений Бразов-Дружковский Глава шестая Неделя через полторы после описанного мною визита Адама Адамыча вдове часов в семь вечера в известной уже благосклонному читателю Чайной в доме господина Желнобобова не менее известная ему Татьяна Васильевна Бибелина тоже суетилась за чайным столом и сильно негодовала на горничную глажку, которая по вертлявости и модничанию своему, потирая чашки полотенцем уронила одну из них на пол, причем таковая разбилась в дребезги Чашка эта, к несчастью, была та самая, из которой пил постоянно Петенька Негодование домоправительницы засыпалась самыми резкими и бесцеремонными выражениями на несчастную виновницу Татьяна Васильевна раскраснелась до нельзя и гневалась невыразимо Экая беда какая Сказала, наконец, свертлявая глажка, выслушав длинную укорительную речь Бобелины Добро бы чашка-то была новая А то еще барыня-покойница из ней, а не как лет десять пила «Да замолчишь ли ты?» Крикнула Бобелина на глажку Которая, впрочем, все молчала И уже после долгого безмолвия Решилась произнести немногие Приведенные нами слова «Ах ты, холда проклятая! Чем тебе горло-то заткнуть? Ты ей слова, а на десять!» На деле выходило противное На каждое слово глажки Пришлось бы посту слов Воинственной Бобелины Неизвестно, когда кончился бы спор между этими двумя особами По поводу разбитой чашки Если бы в чайную не вошел Петенька Облеченный высокий галстук И коричневый фрак с золотыми пуговицами И со шляпой в руках «О чем это у вас такое жаркое прение?» Спросил он Бобелину «Посмотрите, Петр Максимович, какая жалость!» Сказала она, показывая Петеньке на осколки «Эта мерзавка разбила вашу чашечку!» «Ну так что же за беда?» «Как же, что за беда? Помилуйте!» «Это вы только можете сказать, потому что у вас такой добрый характер!» «А она, тварь, готова все перебить!» «Только пялиться, знаете, на мужчин!» Какая-то тайная злоба заставляла в этот день Бобелину ворчать на глажку еще и прежде, Чем она разбила Петенькину чашку «Застегни мне перчатку!» Сказала Петенька, обращаясь к глажке «Что вы, Петр Максимович, зачем вы даете ей? Она своими лопищами только испачкает! Позвольте!» «Что вам беспокоится, не все ли равно?» Когда глажка застегивала перчатку, Петенька ущипнул ее Поступок этот не укрылся от глаз Бобелины И она с досады громко зазвенела ложками В полоскательной чашке «Ну, что же ты стоишь? Глаза-то уставила! Ступай!» Сердито произнесла домоправительница, Обращаясь к горничной, Когда перчатка была застегнута Глажка удалилась Петенька подошел к Бобелине сзади И положил ей одну руку на плечо «Оставьте меня, Петр Максимович!» Сказала она самым обиженным тоном, Ворочаясь на стуле Юноша поставил шляпу на окно «Что это у вас сегодня За непреступность такая, а?» Спросил он, Тыкая экономку пальцем под мышку Как ужаленная Бобелина Вскочила со стула и вскрикнула «Ах, боже мой! Вы, кажется, знаете, Петр Максимович, Что я щекотлива!» «Какая ревнивица!» Проговорил Петенька «Ну, что вы сердитесь? Ведь я нарочно хотел побесить вас» «Грех вам, Петр Максимович!» Сказала сукоризна Бобелина, Занимая снова свое место «Знавши мою к вам любовь?» «Ну, ладно, ладно, будет Помиримся Налейте ко мне лучше чаю Я вам говорю, только немножко Побесить вас хотел» Петенька сел к столу Прошло несколько минут молчания «Вот вы бы лучше побесили Адама Адамыча!» Сказала Татьяна Васильевна, Наливая чай «Вы его давно уже не затрагивали, А на него право Любо-дорого посмотреть, Как он сердится» «Ах, вот в самом деле Прекрасная мысль! Постойте-ка, он придет» «Пожалуйста, хорошенько Побесите его, Петр Максимович Я ужасно это люблю посмотреть Ведь вам еще рано к Юзгиным?» «Рано еще Жаль только, что Василия Семеновича нет» «За Василием Семеновичем Послать можно» «И послать неча! Я здесь на лицо!» Сказал Закурдаев, входя «И даже, как видите, В полном облачении» Он был во фраке и в пуху «Куда это вы собрались?» Спросила Петенька К предмету общей нашей страсти Александре Фоминишне «Как это вы вздумали?» «Сидел, сидел, или, лучше сказал А лежал, лежал, да и вздумал У меня притом и дельца, да не я, есть» «Какое? Не секрет?» «Немало» «Дернуло меня нелегкое Обещать ей сочинить что-нибудь для я Глупейшего литературного вечера Так хочу спросить На скольких листах сочинять? Коли много захочет, так ничего не сочиню Да ведь вечер завтра Когда же вы успеете?» «Чего тут успевать?» «Сел, да и написал Сегодня же вечером А вы, верно, тоже Какой-нибудь посланница принесете?» «Как же?» «Да вот еще петь буду дуэт с Лизой Юзгиной Так сейчас и иду спиваться» «Ах, да!» «Зачем же вы послать за мной хотели?» «А вот хочется нам, Василий Семенович!» Вмешалась Бобелина «Посердить Адама Адамыча!» «Дело!» «Давно пора!» «Он и то что-то больно пришипился!» «Это я вам скажу подозрительно, Василий Семенович!» Продолжала Бобелина «Когда он этак присмиреет, значит, скоро закурит» «Уж я заметила это!» «А я, так объясню вам дело, это совсем иначе!» «Эта глупая немецкая физиономия врезалась и телом, и душой!» «В кого бы вы подумали?» «В мельничиху, что ли?» Спросила Татьяна Васильевна с лукавой улыбкой «Нет, это само собой!» «Я говорю про Александру Фоминишну!» «Вот избранница его сердца!» «Не может быть!» Воскликнул Петенька «Да ведь она над ним смеется!» «Это ничего!» «Он все-таки влюблен в нее по уши!» «Попробуйте только заговорить о ней с ним!» «Увидите!» «Начните вы, Петр Максимович!» Произнесла экономка «Вы его рассердите больше, чем Василий Семенович!» «Тссс! Идет!» Прервал Закурдаев Ибо в коридоре послышались шаги Адам Адам Иванович точно не замедлил вступить в чайную и одним кивком головы засвидетельствовать почтение свое всем присутствующим. Лицо его было совершенно лишено движения. Казалось, глубокая дума лежала гнетом на его высоком челе. Молча присел он к столу, как бы продолжая размышлять о чем-то весьма важном. Собеседники перемигнулись. «Что это вы такие невеселые, Адам Адамыч?» Спросила Бобелина. Адам Адамыч поднял голову, но и не собирался отвечать. «Что ты за молки сидишь одиноко?» Крикнул нараспев Закурдаев, ударив Адам Адамыча ладонью поляшки. И так сильно, что медная заслонка печи затрепетала при этом ударе. «Ах, как вы испугали меня!» Воскликнул немец, вздрогнув и побледнев. «Дума лежит на угрюмом челе!» Продолжал Закурдаев. «Дума, глубокая дума!» «О чем это, Адам Адамыч?» Адам Адамыч не ответил и опять погрузился в прежнее забытье. Закурдаев толкнул локтем Петеньку. «Как бы папаша не пришел!» Сказал Петенька с видом опасения. «У папеньки гость какой-то!» Сказала Бабелина. «Они приказали чай туда подать, в кабинет!» «Александрина велела вам кланяться!» Сказал вдруг Петенька, обращаясь к Адам Адамычу. Наставник опять вздрогнул, но внимательно посмотрел на Петеньку и стал вслушиваться в его слова. «Очень, очень велела вам кланяться!» Продолжал Петенька. «И еще просила передать вам, чтобы вы не забыли своего обещания!» Юноша коварно улыбнулся. Вдова вовсе не просила его передать что-либо Адам Адамычу. «Что находить вы из Мишнои?» Спросил с видимой досадой наставник. «Ничего. Это я так?» «Постороннее вспомнил». «Нет, постойте, постойте!» Вскричал Закурдаев. «Не о постороннем речь! Дело тут в обещании, да? Еще другом мне считается, другом, а не гу-гу! Вот уж у вас куда пошло, Адам Адамыч, а? Я не знаю, что вам, что вы хочет!» Пробормотал сконфуженный немец. «Вот оно как!» Продолжал Закурдаев. «Это не по-нашему. Тут уже дело идет на обещание. Вон оно как!» Адам Адамыч только двигался с беспокойством на стуле. «И другу-то, другу-то! Ведь другом меня величает! Мне-то не полсловечка, а? Как вам это кажется?» «В амурных делах всегда скрытничают», — заметила Бобелина самым ироническим тоном. Адам Адамыч бросил на нее такой презрительный взгляд, какого, я думаю, не случалось ему еще употреблять во всю свою долгую жизнь. «Ну, что вы на меня так смотрите?» — продолжала Бобелина, немало не стесняясь презрением великого мужа. «Уж нечего!» «Что?» «Видно, досадно, что узнали тайну!» «Я не имею никакой тайны!» «А отчего же сконфузились, а? Отчего сконфузились?» «Я... нет!» «Посмотрите, Василий Семенович!» «Смотрите, Петр Максимович, мак-маком!» Бобелина принялась громко смеяться. «Покраснел, покраснел!» Восклицал с хохотом Закурдаев. «Где?» Сказал Адам Адамович, прикладывая руку к щеке, которая была горяча, как самовар, стоявший на столе. «Покраснел, покраснел!» Повторял Петенька, подпрыгивая на своем стуле и ударяя в ладоши. «Вот она, любовь-то!» Сказала Бобелина. Закурдаев захлопал ладонью по своему левому боку и восторженно произнес. «Кипяток! Канальство! Да, кипяток! Ключом бьет!» Адам Адамович сидел ни жив, ни мертвый, чувствовал, как к лицу его разгорается все больше и больше. Насилу собрал на статок сил и смог проговорить, не глядя, впрочем, на присутствующих. «Я обещал бить там завтра на вечер». «Ну нет, уже это с позволения сказать дудки, почтеннейший Адам Адамович!» Заметил Закурдаев. «Кому бы другому говорили они мне? Ведь я вас знаю, насквозь и вас проник, да?» Да и сказала Сиртьевое, «Недаром вспыхнул!» «Уж если, когда помянешь про какую особу, то человека разгасится это, как вот Адам Адамович!» Присопокупила Бобелина. «Так это уж и верный знак, что особа это предмет того человека!» «А что, Адам Адамович?» Спросил Петенька, садясь около своего почтенного наставника. «Кто говорил, что того не следует делать, этого не следует читать? А сами какой пример подаете?» Адам Адамович чувствовал, что ему не сдобровать и сидел неподвижно, как между огнями, между Петенькой и Закурдаевым. «Вот он где, Фабласта!» Воскликнул Закурдаев, чуть не тыча указательным пальцем в нос чувствительного немца. «А мне еще запрещал переводить?» Сказала Петенька. «Ум готте свиллен! Оставьте меня за фриден!» Пролепетал немец, торопясь допить стакан чая, чтобы улизнуть поскорее от этой пытки. Но чай был очень горячий, Адам Адамович едва мог пропустить в горло два глотка. «Что вы сжетесь, Адам Адамович?» Сказала экономка, вся сияя от удовольствия. «Дайте простыть чаю!» «Ведь он на чего вам не велел переводить этой книги?» Обратился экс-студент к Петеньке. «Ведь я его знаю! Это хитрец первой степени, даром, что немец!» «Там его любовные интриги описаны, да!» «Ну, неправда, что ли?» Прибавил Закурдаев, трепля по плечу Адам Адамович. «Да! А, так вы вот каковы! Хороши же вы!» Кричала с другой стороны Петенька. «Боже мой!» Воскрикнула Адам Адамович в совершенном отчаянии. «Ради бога! Скажи, что я... За что вы хочет так меня мучить?» «Ах, какие вы смешные, Адам Адамович!» «С вами говорят смехом, а вы сердитесь!» «Я не говорю с вам!» Отвечал Адам Адамович на замечание Бобелины, с досадою ставя недопитый стакан на стол и, подымаясь с места. «Я не знаю, что это! Это... Хэлле! Ад! Боже мой!» «Куда же вы?» спросил Закурдаев. «Да посидите полноте! Поговорите по душе!» «Мы оставим этот разговор», вмешался Петенька. «Мы потолкуем о чем-нибудь философском». Петенька знал, что этими словами уколет мудрого наставника еще более. Философский разговор, на который намекнул Петенька, состоял обыкновенно в том, что юноша принимался вести самую дикую и беззалаберную чушь о разных важных и серьезных предметах, единственно с намерением рассердить Адама Адамовича. От этой глупейшей философии любящий немец впадал в совершенное бешенство, отчаяние. Быстро схватился Адам Адамович со стула, взялся обеими руками за голову и вышел стримглав из комнаты, повторяя «Ох, Гот! Гот! Да с истмем ученья!» Дружный хохот трех уст проводил его за дверь. Ероша себе волосы, шел Адам Адамович по коридору, и когда четверо младших питомцев его, поспешавших пить чай, чуть не сбили его с ног, а Гонюшка по врожденной бойкости своего характера принялся было что-то объяснять ему, Адам Адамович крикнул им «Вег!» таким страшным голосом, что у детей опустились руки, и они медленным и робким шагом продолжали путь свой к чайной. В зале Адам Адамович наткнулся на какого-то толстого господина, который выходил из кабинета господина Желнобобова. Когда маститый старец увидел наставника своих чад в таком свирепом и страшном виде, то выдвинул половину своего тела из дверей кабинета и сказал «Что ты, что ты, Адамович, а? А ну, постой, постой, зайди-ка сюда!» Адам Адамович повиновался. «Что с тобой? Что с тобой, а?» Смущенный наставник вошел в кабинет господина Желнобобова. Господин Желнобобов сел в кресло у письменного стола и пригласил сесть и Адама Адамовича, чтобы быть гостем. Потом спросил его о причине такого растерянного его вида и крайнего смущения. Прерывающимся и робким голосом стал говорить Адам Адамович, объясняя старику нанесенные себе оскорбления. Но по свойственной ему манере начал он не прямо с дела, а предварительно завел речь о том, как надо держать в руках детей с мягких лет младенчества, до чего доводит баловство, как портит отрока ранее удовольствие советской жизни, как надо удалять всякий соблазн от непрояснившихся еще отчей юноши, и в особенности напирал на вред, который производят книги, даваемые для чтения молодым людям без всякого разбора. Потом произнес он целую длинную тираду о том, какие пагубные последствия производит невзнузданность воображения, свобода воли, вольнодумство и прочее. И, наконец, посоветовал старцу Жулнобобова прочесть сочинение господина Энгеля, автора «Светского философа» под заглавием «Антипоросская пещера», не вникнув в то обстоятельство, что Максим Петрович никогда не занимался таким вздором, как чтение каких бы то ни было книг. Долго слушал Адама Адамовича господин Жулнобобов, беспрестанно подъезжая нижнюю губою к носу и произнеся «А ну! А ну!». Но самого дела он не мог дождаться, почему и прекратил совершенно внезапно длинную рацею наставника тем, что вдруг встал, подставил свой нос к самым устам Адама Адамовича и произнес «А ну-ка, дохни-ка на меня! Дохни! Выпил сегодня! А? Выпил! А ну, дохни!» Адам Адамович, окончательно уничтоженный этой выходкой, стремительно выбежал из комнаты и бросился к себе на антресоли. Он не обратил ни малейшего внимания ни на пальму, которая сунулась было к нему полоскаться, ни на трубку, которая глядела с гвоздика так пригласительно, не почистил даже зубов нюхательным табаком и в изнеможении и горе упал на свою узкую кровотенку. Он прижался горящим лицом к жесткой подушке, чтобы заглушить отчаянные рыдания. Слезы градом текли из глаз его. Бедная голова была совсем растеряна. После ухода Адама Адамовича из кабинета Максим Петрович приплелся в чайную и с глухим и хриплым хохотом говорил экономке. «А, каков наш немчур-то? Каков, а? Да что с ним, Татьяна Васильевна? Запил он, что ли? А? Закурил ли, что ли?» «Нет, нет, нет, проговорила Бобелина, пуская такую трель смеха, как будто на пол высыпали целый кулек орехов. Да что же, а? Что же, а? Занес такую ахинею! Выплетал, выплетал кружева! А ну, нет конца, нет конца! Я уже встал, думаю, что он, что он? А ну, дохни, говорю ему, дохни! Коли выпил, так выпил! А ну, Бог тебя простит!» Максиму Петровичу тут же объяснили самым комическим образом причину расстройства наставника, и он, похохотав вдоволь, пошел погулять. А через пять минут и совсем забыл о случае с немцем, точно так же, как и все виновники его огорчения. А между тем, Адам Адамович долго лежал вниз лицом на кровати и горько плакал. Он не потрудился даже скинуть с себя зеленый сюртучок и развязать широкий галстух. Пальма, несмотря на свою природную тупость, слыша раздирающие душу всклипывания своего хозяина, подошла к постели и в качестве утешительницы принялась лизать ухо Адама Адамовича. Мало-помалу добрый немец начал успокаиваться, и когда наступили сумерки, благодатный сон сомкнул его раскрасневшиеся веки, и бог сновидений, одаренный, как известно, великую жалостью к несчастным, немедленно перенес Адама Адамовича в этот чудный обетованный край, и там окружил его всем, что любит его сердце. Адам Адамович блаженствовал. Правда, это было во сне, но зато блаженство это было полно и без всякой примеси даже неприятных воспоминаний. Недолго, впрочем, блаженствовал наш герой, никак не больше часа. Чуткое ухо Адама Адамовича вдруг заслышало легкий скрип двери. Он приподнял голову. В комнате было уже довольно темно. Синяя ночь смотрела в открытое окно. Немец не мог ничего разглядеть с просонков и спросил, кто здесь? Это я, произнес голос Дениски, который и вошел в дверь. Адам Адамович встал с кровати, вздул огня и тогда уже спросил у пришедшего, что ему понадобилось у него ночью. «Да какая же еще ночь, сударь?» спросил Чеботарь. «Вам это сосна только показалась? Всего девять часов?» «Да?» спросил удивленный немец и поспешил посмотреть на свои часы, которые и убедили его в совершенной справедливости слов Чеботаря. «А я по секрету-с!» таинственно произнес Дениска. «Что такое?» у Адама Адамовича кровь прихлынула в голове. События этого вечера сделали его чрезвычайно раздражительным. «А вот дело-то какое!» объяснил Дениска. «Сейчас сюда Парфенка забегал, Мельников. Он с самим Мельником в город приехал?» «Ну?» нетерпеливо спросил Адама Адамовича. «Ну, так вот просил он сказать вам, что Касьяновна вас завтра к себе ждет. Игнатич, слышь, до вечера в городе пробудет!» и наказывала, что очень, надескать, нужно. «Хорошо!» проговорил сконфуженный Адам Адамович. «Иди!» «А у меня до вас просьбится, Адам Адамович! Только не прогневайтесь!» «Что такое?» «Да вот два гривенечка бы надо-с! Макарыч все с меня долг спрашивает!» «Вот, возьми! Больше тебе ничего не надо?» «Ничего-с! Покорно вас благодарю, Адам Адамович! А что ж, как вы? Поедете, что ли?» «Это не казается до тебе!» «Слушайся!» «Иди!» «Иду-с!» Когда чеботарь удалился, Адам Адамович начал расхаживать по комнате, думая, как ему поступить лучше. «Завтра назначена литературная вечеринка у вдовы, и он должен быть заранее дома, чтобы префронтиться по порядку!» Так он обыкновенно выражался. «Когда же успеть ему ехать завтра на мельницу? Разве не идти ко вдове?» Но это невозможно. Он обещал. А обещания свои Адам Адамович считал святыми. К тому же, слишком неделя, которая прошла со времени его утреннего визита к Александрине, была посвящена почти вся на отделку небольшого антологического и сентиментального стихотворения, о котором мудрый немец рассчитывал окончательно покорить сердце вдовствующей красавицы. Как не смущали его в настоящую минуту невольно вкравшиеся в память его оскорбления со стороны его недостойного ученика Петеньки и коварного друга Закурдаева, однако решение его было твердо, и он немало не колебался в намерении непременно идти на литературный вечер и доказать своим стихотворениям всю преданность вдове и все свои лингвистические познания. Зато очень шатки были его намерения касательно поездки на мельницу, и он справедливо рассуждал, что завтра ему никак не суметь добыть себе лошадку без помощи лихого Закурдаева, а с Закурдаевым сойтись после его злостных выходок не находилось ни малейшей возможности. И те же завтра пешком туда и назад сильно устанешь, потому что не успеешь там и отдохнуть. А между тем Адама Адамыча все-таки сильно тянуло к Марии Касьяновне, и потому, поразмыслив немного, он решился на следующее – немедленно снарядиться в путь и отправиться по вечерней прохладе на мельницу, отдохнуть там до утра, пострелять часок-другой и возвратиться часам к двенадцати утра, чтобы хорошенько собраться с духом к страшному вечеру. Немало немедля Адам Адамыч привел в исполнение свое намерение. Он облачился в свой охотничий сюртук, надел охотничьи сапоги, зарядил ружье, одним словом, собрался как следует и, сопровождаемый пальмою, отправился из дому. При виде его снаряженного таким образом Макарыч, игравший в лакейской с чеботарем Денискую фильку и в это время показывавший ему из-под коленки кукиш, не применил отпустить какое-то острое словцо насчет любовных шашней и седых волос. Хотя Адам Адамыч и не понял вполне чересчур русского выражения Макарыча, однако догадался, что дело идет о нем, и потому прошел как можно быстрее мимо игроков и вышел на улицу. Ночь была довольно темна, потому что месяц ей еще не всходил, но Адам Адамыч, зная хорошо топографию города, шел верными шагами под тем самым местам, по которым обыкновенно ездили на мельницу. Кривой дом исправника Юзгина был освещен, окна растворены, и до слуха почтенного наставника доносилось пение двух голосов при слабом аккомпанементе фортепиано. В одном голосе узнал он соловьиный напев «Лизоньки», всегда неживший его душу, в другом — ненавистный и фальшивый тенор безнравственного и избалованного Петеньки. Оба голоса орали не на живот, а на смерть, какой-то очень хороший дуэт. «Мимо! Скорее мимо!» — произнес наш герой, учащая шаги, и вся горечь, налитая Петенькою в фиал его сердца, вскипела в нем. «Чуть не бегом!» — пустился Адам Адамыч под гору. В жилище чувствительной вдовицы все окна тоже горели, и почти все были отворены. Ветерок взвивал белые занавески, и из-за них виднелись фигура приезжего Погурова, крутящего с безбожным постоянством черные усы, и растрепанный Закурдаев. Яркий хохот вдовы раздавался почти по всей улице, в то время, как Закурдаев держал какую-то речь густым басом. Адаму Адамычу показалось, будто Закурдаев произносит его имя, и он еще скорее побежал далее, с отчаянием повторяя про себя «Мимо! Скорее! Мимо!» Без дальнейших приключений, но с глубокую, невыносимую тоской вышел он в поле. Луна подымалась из-за горизонта, как будто окруженная блестящим туманом. Звезды молчаливо и весело сияли на синей гладкой ткани неба. Свежий ветерок пахнул в лицо Адаму Адамычу. Забубеньев со всеми своими каверзами и гадостями, окружавшими светлую любовь немца, остался у него за спиной, а перед ним лежали только поля без конца, взволотимые легким светом восходящего месяца. Как рама картины чернил только край небосклона за далекой рощей. «Что может быть краше и дружелюбнее летней, свежей и светлой ночи?» подумал Адам Адамыч. И скоро та сила, которая так властна над человеком, сила природы, охватила все существо Адама Адамыча. Тишина полей, казалось, переходила мало-помалу в его чувства. Кроткое мерцание месяца лилось утоляющим бальзамом в его страждущее сердце. Каждое дуновение благовонного ветерка смахивало с головы его какую-нибудь черную и неприветную думу. Где найти такого друга, как природа? Кто сумеет быть столько постоянным своей красоте и не смутить насмешкой или злобой любующееся им око? Какая женщина охватит вас такими теплыми и любящими объятиями и не устанет держать вас в них столько, сколько вы хотите? Боже мой, какая прекрасная ночь! Как хорошо и легко стало мне! Вскричал Адам Адамыч, сходя с дороги и бросаясь на свежую расистую мураву. Читано по изданию Сочинение Михаила Илларионовича Михайлова в трех томах Приложение к журналу «Пробуждение» Том 1 Петроград Товарищество художественной печати 1915 год Том 2 Приложение к журналу Петроград Том 3 Том 2 Том 3 Том Том 1